У Хайнлайна я читал разве что число зверя. Книг была такая себе и больше ничего. Я очень жду Звездный Десант. Он вроде бы есть в числе победителей. Однако ж приветствую на канале. Это Тим и Звездный Двойник. Двойная звезда. Просто двойник. Так или иначе победитель премии Хьюга какого-то там года не заслуживает своего звания. На мой взгляд, подчеркну. Потому что книга хорошая. Но вы понимаете, она и на том же уровне, что и остальные. Начну немного издалека. Смотрите. У любых жанровых произведений, конечно, можно увидеть множество подходов. Но я укажу на два, на мой взгляд, центральных, главных. Системы образующих. Первый подход – это специфика. Второй подход – сюжет. Поясню. У нас научная фантастика. Следовательно, можно рассказать обычную историю. Только в сеттинге научной фантастики. Ромео и Джульетта – научная фантастика. И это концентрация на истории. Может быть, и уход в большую сторону, в аспект сеттинга – это намного сложнее. Потому что нужно продумывать последствия тех или иных изменений, научных изобретений. Иногда это тяжеловато читать, если автор погружается в подробности, как, например, в Семьеве. Там слишком много данных, которые можно было просто перенести в конец книги, в какую-то сноску. Но все еще произведение неплохое. На грани находится трилогия «Квантовый вор». Видос, по-первых, у меня был. Там довольно сложно воспринимать историю, все эти концепции. Особенно, если они прямо высокоуровневые. И тут видно, что писал ученый. Потому что все звучит правдоподобно и неважно, насколько это реалистично. Все же фантастика, да, пусть и научная. Это сложно, может быть, для восприятия. Но вместе с тем, если это не сложно для восприятия и уклон в сеттинг, это может быть просто плохо написано, плохо продумано. Да, Айзек Азимов с его... Ой, понимаете, я вот так, между делом, упомяну, что есть вечный двигатель, и это вообще ни на что не повлияет. Никак. Еще тысячи планет колонизируются каждый день просто потому, что... Ну, тысячи планет колонизируемых, это уже проблема с логикой и здравым смыслом. И этим раздражающим гигантизмом стилей я сидел и культивировал на одном месте полтора миллиарда лет, дабы достичь средневысокого полушагового уровня божественного импера... Душнилова. Редкостная. Само собой, нельзя чисто-чисто сеттинг описывать или чисто-чисто сюжет. Всегда есть некое соотношение. И... Все же авторы больше пишут, делают уклон в сторону сюжета, потому что гораздо легче придумать каких-нибудь пришельцев, которые... Ну, как люди только фиолетовый, или синий, или щупальца, или один глаз у них, или что-то в этом духе. Чем нечто чуждое, непонятное, отталкивающее, возможно. Нечто настолько... Понимаете, ведь у нас нет референсов, например, в сторону пришельцев. Мы можем, конечно, сказать, ну вот медузы какие-нибудь, что-то вот такое, они ж типа бессмертные есть, может, такие пришельцев придумаем, или кальмары, как в прибытии, или что-нибудь в этом духе. У нас нет чего-то, на чем можно основываться. Лишь опыт других авторов в жанре. И фэнтези, как и с ним, то же самое работает. И потому в научной фантастике нередко тот же искусственный интеллект. Это либо, ну, прямой аналог людей, либо какой-нибудь дожуть карикатурный робот, который вроде бы не на основе людей, но хочет уничтожить людей, потому что только так будет настоящий порядок. И это звучит как... Даже не искусственный интеллект, потому что ничего интеллектуального в этом нет. Скорее, как некий глюк в программе. А не что-то, что имеет сознание. Так или иначе, эта история, не знаю, процентов на 80... Сюжетная. На самом деле, помести ее в любой другой сеттинг, и ничего кардинальным образом не изменится. И когда ты читаешь вступление, описание, ты понимаешь, чем все кончится, и в чем суть этой истории. Главному герою, Лоренцо, великолепному, очень-очень одаренному актеру, приходит один мужчина и делает предложение, от которого сложно отказаться. А, надо сказать, что... Человечество как-то развивается в рамках Солнечной системы, плюс-минус. Есть марсиане, очень чуждые, странные, и вот... Это, пожалуй, единственный научно-фантастический момент. И Лоренцо их не любит, как позже окажется, из-за запаха. Он прям такой ксенофобный тип, но, опять же, из-за запаха, только из-за запаха. Можно сказать, что у людей своего рода конституционная монархия, хотя правит вроде как император, но влияние именно вот кабинета министров и премьер-министра очень сильно. И в чем суть? Предлагаю главному герою заменить одного видного политического деятеля, на которого ранее покушались. Он такой сразу, ага, нет, я не хочу в это вмешиваться, хотите меня в какую-то цель превратить? Нет, спасибо. Обойдусь. Все же его переубеждают, беря на слабо. Тут же того, кто его брал на слабо, убивает марсианин. Ага, значит, с марсианами придется сражаться, проблема какая-то. Нет. И беда в том, что этого самого известного человека, бывшего премьер-министра, сторонника умеренного подхода, слияния с различными пришельцами, объединения, некое включение в зону влияния человечества, а не уничтожение. Потому что, ну, все довольно логично. Если ты уничтожаешь пришельцев, которые слабее тебя, когда придут те, кто сильнее, они такие, а, ну, раз так, некая модель поведения, мы и вас вынесем. Потому что иначе. Вы же агрессивны. Вы не настроены на интеграцию. Конечно, если прилетят агрессивные пришельцы, это не поможет, но при прочих условиях интеграция гораздо лучше вариант. Взаимопроницирование культур, технологий и так далее, и тому подобное. А беда в том, что этого политического деятеля похитили, и он вот-вот должен пройти очень важную процедуру, формальную, на Марсе. Фактически быть включенным в марсианское гнездо. Это такой очень важный процесс интеграции, а все марсиане, они очень-очень-очень мощные формалисты. Единственная причина не явиться на церемонию, это смерть. Похищение не в счет, поэтому о нем умалчивают. И не убивают по тем же причинам. Потому что если убьют, того посмертно включат в гнездо, и план будет выполнен. Соответственно, что должен сделать главный герой? Он очень в принципе рост, телосложение, да, помоложе у политического деятеля, там уже лет 70, или около того, главный герой помладше, он должен притвориться им, и действительно описывается, как он там, учить жесты, движения, насколько, на самом деле, там, даже не внешность важна, а именно манера поведения, то, как ты ходишь, и вот это вот все играет определяющий характер, ему там различную информацию дают, как этот политик себя вел, что он говорил, и ты понимаешь, чем все закончится. я сейчас вот сказал, очевидно, чем все закончится, пару минут назад, и думаю, вы уже пришли к определенному выводу, потому что эта концепция, не знаю, принц и нищий, только, коль скоро у принца проблемы, нищий займет его место, навсегда, и все. По-моему, был какой-то фильм, где главный герой заменял кандидатов в президенты, и тот вроде умер. Есть различные вариации, где двойник злодей, и на самом деле он смещает оригинал, и вот, планирует что-то ужасное, и все, например, думают, что убили двойника, или наоборот, вот так, тут двойник заменяет оригинал, вот и до, или что-то еще, и вы можете задаться вопросом «Стоп!» То есть вот эти вот похитители, они не хотят интегра... Они же сыграют важную роль, да? Нет! Нет! Вообще нет! Главный герой не противостоит на самом деле ничему, даже обстоятельствам. У него не возникает каких-то серьезных кризисов или конфликтов. Это просто история человека, у которого все было гладко от и до. Ладно, обо всем по порядку. В общем, с тем тем проникается, церемония проходит удачно, все, да, здорово, замечательно. Помощница, правда, смотрит на главный герой довольно странным взглядом. И он такой, ага, она влюблена в секретарше, влюблена в этого политического деятеля, а тот, надо сказать, как бы идеален. Это очень добрый, хороший, главное, честный человек. Если ему что-то не нравится, он говорит напрямую. Хотя, суть всех политиков в том, чтобы лавировать, чтобы быть, хотя, есть и прямые, да, можно вспомнить сумеречные зоны при всей моей нелюбви к Кингу этого вроде дурачка, на самом деле, хитрого подонка. И по сути, его аналог в реальной жизни Трампа. Он вроде как говорил прямо на самом деле тоже очень мутный тип, а этот прям, он замечательный, плюс-минус идеальный, честный, самоотверженный. Считаешь, думаешь, ну ладно, наверное, сойдет, пойдет. А дальше что? Находят его. Но оказалось, что удар по менталке был очень силен. Ты думаешь, а, понятно, сейчас раз за разом главный герой попытается выйти и его втянут обратно. И да, так и есть, говорят, понимаете, у него там сильное повреждение, накачали различными запрещенными веществами, пусть пока приходит в себя. И тут внезапно кризис власти уходит, полностью уходит в отставку Кабинет Министров вместе с премьерами, являющимися политическим оппонентом. И вся эта команда такая, ага, значит, это часть заговора. Потому что мы бы победили на выборах, но в наш момент, в нужный момент. А так все ушли, и главного героя окей, этого бывшего премьера, да, притянут, но это же не настоящий премьер, настоящий премьер, вроде как овощ, пусть и постепенно приходит в себя, вроде бы, на самом деле, хотя на самом деле, да, но не все так однозначно. Ага, значит, вот у этих заговорщиков есть возможность даже влиять, думаешь, на премьер-министра, который, ну да, скорее всего, проиграл бы на выборах, но как-то странно, как-то поспешно, возможно, вот сам заговорщик, подумаете вы. А хрен там плавал, отвечаю. А мы не знаем, а понятия не имеем. Все эти заговорщики, забейте, их не будет, они не сыграют никакой роли, они не всплывут позже, чтобы попытаться разоблачить главного героя, хотя было бы логично, возможно, потому что они еще не совсем уверены, тот это или не тот, на самом деле, политический деятель, хотя они могли его потом просто убить и убить, и убить. Неважно, зачем мне вот забейте, забудьте. Это не играет никакой роли, никакого смысла, и никто не понесет даже ответственности. Похитили политика, накачали его чем-то, попытались устроить хаос, и, возможно, в итоге империя бы развалилась на части. Все это не имеет никакого значения. Да. приходит он, значит, на аудиенцию к императору, тот тут же раскрывает обманщика и... и принимается, спокойно говоря, ну, ладно, надеюсь, он придет в себя, и все будет ок, а ты пока делай, что делаешь. И тот действительно приходит в себя, а потом такой, ой, нет, лол, я умер. кстати, видел твоего отца на сцене, он тащил, а император фанат главного героя как актера. Он выдающийся, но, знаете, такой, не очень популярный и хайповый. Потом, что-то идет, какое-то обсуждение, министр, потом другой, третий, и приходит один членов команды, такой, слушай, 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 а я тоже хочу. Акг такой, он как бы включал всех в кабинет, да, а этого нет. Подозрительно, и я не буду. Не будешь, да, тогда я ухожу. Все тоже напрягаются. А вдруг он нас сдаст? Да не, не сдаст. А он потом в итоге сдает. Нам говорят, ой, нет, прошло некоторое время, он не сдал. Проходит пресс-конференция, и это такой, фейк, ты фейк, ты фейк. Инфосотка. А он уже абсолютно вжился в роль. Уже он начал отчасти терять себя, и этот образ более реален, чем настоящая личность. Ну, не, хочешь проверить отпечатки пальцев? Во, бери. А ДНК тогда речи, скорее всего, не было. В то время не особо много людей вообще понимало, что это так или иначе. Да, фейк, фейк. Слушай, сумасшедший и странный человек. Сейчас все проверим. Но ты очень странный. Журналисты такие, да нет, да мы вам верим, что вообще происходит. И потом нам команда говорит, а мы же подсуетились с самого начала. Все данные будут совпадать. Ну, вот так уж совпало опять же, что мы не говорили этому вот персонажу, Биллу, что мы подсуетились заранее. Ну, вся команда знала, а он не знал, просто так вот вышло, понимаете, так случилось, получилось. Считаешь, думаешь, вот такое удачное совпадение. Нет, конечно, можно продать тем, что команда ему не особо доверяла, ведь он не такой лояльный, возможно, было. Но нет, нам не дают никаких пояснений. Можно додумывать сколь угодно, долго и много. Забудьте забить. Потом уже послесловие. Ну, я четвертый на третий неважно строк пойду. На этой секретарше он женился, да норм, все, все отлично идет, и, а, как он от неприязни к пришельцам избавился? А, просто загипнотизировали и все, он сказал, да меня нельзя загипнотизировать, вообще никак, а его бац, загипнотизировали, читаешь, думаешь, ладно, предположим, я не могу сказать, что книга плохая. Да, предсказуемая, да, некоторые места вызывают большие вопросы, вот эта вот вся сюжетка с заговорщиками, она абсолютно просрана, зачем этого политика вроде как вернули, и ты думаешь, ну не, он же мертв, забудьте, забейте, пусть, нет, для обмана ожиданий невозможно, просто с самого начала есть ощущение, что, когда главному герою говорят, ой, ну давай вот еще и еще, ты понимаешь, нет шансов, что этот политик вернется, иначе, о чем это вообще история будет. Книга норм, знаете, вот как ты сходил в магаз, купил булку и молоко, хлеб вчерашний, он неплохой, он вполне еще вкусненький, если бы сегодняшний и молоко домашний, было бы идеально, а так, ну, поел, в принципе, ок, норм, можно сказать, получил некоторое удовольствие, даже не просто удовлетворил какие-то базовые потребности, но на этом все, лучшее ли это научно-фантастическая книга в том году, я понятия не имею, я видел, что там еще в качестве претендента в шорт-листе был Азимов, и при всей моей нелюбви к нему, судя по описанию, там хотя бы интересная концепция была, а тут никакой интересной концепции нет, вес научной фантастики почти нулевой, я в замешательстве, потому что победителя прошлой премии Хьюга называли ооо, самый недостойкий, на фоне этого, Хайнлайн, конечно, тоже прославленный автор, не знаешь, почему две его работы из двух не произвели на меня впечатление, я не так уж много прочитал, безусловно, но, ну да, не то, чтобы не произвели число зверя, это шестерочка, а это, ну, семерочка, семь с половиной, вполне такая нормальная книга с проблемами, ранее упомянутыми, я уже не буду повторять одну и ту же мысль раз за разом, хотя сделала это довольно большое количество раз уже, далее, неизвестный мне автор будет, так что, на этом, пожалуй, у меня все, жду, не дождусь Небюлы, дабы начать сравниваться, подписывайтесь на канал и бусти, спасибо за внимание, и пока,